Ну я не знаю, наш суд, он настолько суд, я сам через него прошел, и этот суд, там тебе только за сыворот наш суд, больше нихуя. What the fuck is going on, как говорил мой дедушка. Опять же, пока мы с тобой долго не виделись, ты наблюдал за этой ситуацией с Роскомнадзором, который банил все, что можно, пытаясь заблокировать телеграм, но что-то не получалось у него, ну никак. Так, и это равноценно выстрелу в ногу, в свою собственную, как ты можешь... Не, не, это равноценно пернуть в хуй, на самом деле. Не, я, знаешь что, ну, я телеграм не особо пользуюсь, есть у меня он, но я им не пользуюсь, потому что, ну, телеграм, блядь, ну смешно, за что закрывать месседжер, какие нахуй террористы, ёбаный в рот, блядь, пизду, даже неохота разговорить. Да и причины за блокировки, которые они нихуя не смогут сделать, ВПН работает чётко, блядь, через стор зайдём на крайняк, всё это хуйня. Люди просто ещё, может быть, на этом бабки отмывают, типа там, вкладывают в это хакерство, блядское, которое нихуя не поможет, ну, блядь, дуров-то не дурак, ёбаный, молодец он. Мне отряду Путина понравились, которые жгли там, блядь, его, ну, пизду, блядь, они нарушили много законов, а их никто не подтянул, живого человека хоронили там, чё-то не это, всё равно, ну, некрасиво. А потом ещё сказали всё, Владимир Владимирович, раз так мы отказываемся от своих полномочий. Старые бабки, блядь, дебилы, вот, блядь, тоже потом на колени будут стоять, блядь, милостыню просить, нахуй. Ой, ёб твою мать, я даже, честно, не хочу это тоже комментировать. Да, пизду, не, братан, политика сейчас, это пизду, мы половину не знаем, на самом деле, блядь, что там, кто там, кто там, кто там над Путиным, кто там над, блядь, Едуковичем, кто там над, блядь, Порошенко, кто там, Порошок, блядь, я не понимаю, не похуй. Я вот живу, блядь, наш, просто новости читаю, вот я люблю вот эти вот всякие паблики такие с подстёбом, где про нашу страну великую, вот, рассказывают то, что приехала-то там депутатка какая-то в Ставропой, в песочницу песок насыпала и фоток там надела, ну, блядь, пиздец, ёпта. Лучше в Дискидом бы, блядь, пару лямов бы отдала бы, блядь, и молчала бы об этом, люди бы сами бы говорили, ёпта. А у нас, вон, блядь, как этот, недавно Пранк смотрел, Ирака Макафо, старый, где это, типа, а-ля плохо человеку в России и в Америке. В Америке якобы все подходят, там, ватсап, мэн, там, помочь, а в России реально, вон, блядь, мимо идут просто насрать. А если драка будет, вообще убегут, если драка будет с этими, ну, ты понял, вот. Ничего против не имею, никакой там у меня 272-й в душе нет, я просто как бы вижу, что, вот, вижу своими, блядь, глазами. Ну, я охуеваю. Хочу уехать, нахуй, хоть Черногория, хоть Доминикана, хоть куда, блядь. Старина, ну, а как ты думаешь, почему так? То есть, у них ватсап-мен, а у нас такое равнодушие? Потому что люди другие у нас, злые, о себе думают, им похуй. Не, я уверен, что есть единицы, которые, ну, не пройдут мимо, но в большинстве случаев такая хуйня. Ну, совсем, я тебе говорю, в Черногории люди добрые, с улыбкой, блядь. Ты, блядь, у тебя даже не хватает в магазине, там, копеек каких-то этих, евро, ёпты, не копеек, а евроцентов там, да. Она тебе в магазине скажет, да их, в рот чихпых, а у нас чё, блядь. Ещё и скажет, слышь, нахуй, ты не додал, там наебут, блядь. Ну, в пизду, у нас некрасиво, некрасиво. Кто тебе глаз подбил месяц назад? Жена. Да ладно? Ну, мы иногда занимаемся муетаем, так я чисто тренироваюсь. Да не, ну она там чё-то меня так втихаря решила наказать за мои, не знаю за что, за мои хип-хоп заслуги, блядь. Я вас понял, я вас понял, но... Ну, ты знаешь, без драки любви не бывает, как говорится. Чё значит любит? Без комментариев. Ещё тут поступил отдельный вопрос. Привет, Хикан, меня заебала Ольга Бузова, она лезет изо всех щелей, подскажи, что делать? Блядь, Пашенька, а что делать человеку? Сделать ему ничего, игнорировать, а тогда Бузкоины, Буз Чоколад, Буз, блядь, всё. Скоро будет Буз Мобиль. Если его ещё нету. Я не любитель, в принципе, популярной музыки и прочее, но песню «Мало половин» я открываю мир других или чужих мужчин. Я знаю, почему, я тебе объясню. То есть ты идёшь, там, в маршрутке едешь, ты идёшь вот в центре где-нибудь, где музыка орёт. То есть оно вот здесь вот сидит, и оно уже записывает. Я не хочу этого знать, но я это знаю. Как с этим бороться? Никак, старый, либо эти беруши в уши, и всё, только так. Или вот у тебя есть наушники, слушай свою музыку. Лучше «Металлику» послушай первый альбом. Ой, блядь, это же просто какой-то психотронный генерал. Не, это, ну, дали волю, и деньги появились. Ну, блядь, я её не знаю, лично никогда не могу говорить о людях, которых лично не знаю. Возможно, она вообще по уму-то меня опередит. Но то, что выдаёт, пизда с рукавами. И мало половины написал текст эстэ, Саша, рэпер. То есть, если даже она не может себе написать пару куплетов говна, то жалко только, я не знаю, я всю свою жизнь, свои тексты, все мои, я ничьих никогда не буду читать, кроме Есенина там забайтить, и то со своими приколами. Но никогда, как они называются-то, кто пишут текста, блядь, гоус-райтеры, да, эти вот. А, гоус-райтеры, братан, видишь, что в рэпе больше меня шаришь. Да нет, просто нравится писать, ну, неважно, неважно. Да ладно, забейте. Ну, тебе мало половины, нравится? Понимаешь, Ольга Бузова это психотроник, психотроник. То есть, надо шапочку из фольги надевать. Да, 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 за земление поймать. С Марсом, ёпта. Я не хочу, понимаешь, в моей вселенной есть музыка конца 50-х годов, американская, естественно, 60-х и первой половины 70-х. Дальше для меня музыки нет. Вот, и школьник, я знаю, что школьник туда не влезет, не протянет. Не, ну ты же вроде как говорил, Паша, дядя неплохо делает. Ну, Паша, техник, понимаешь, это не рэп даже и не музыка, это процесс, понимаешь, это образ жизни, это максима, это, можно сказать, религия практически. Да, поэтому ещё раз. Ну вот видишь, я говорю, люди пишут, всё подтверждается, всё есть так, как есть. Хорошо, идём дальше. Ты сказал, что любишь есть бич-пакеты. Назови свой любимый бич-пакет. Вообще, я когда был в местах Дистория Отдалённых, классическое блюдо, оно не имело названия. Это старый добрый доширак говяжий, вот. Запарил его, потом, когда он готов, водичку вылил, майонезик и баночку там сайры, хуяйры, ну, что-то такое рыбное. Забодяжил всё это в такой хуйне, лучка добавил с честочком, и с чёрным хлебом, блядь, ну ура, шло, ебать. Я иногда себе делаю такую хуйню, вспоминаю, как говорится, молодость. Блин, не знаю, что-то так жрать захотелось, а нельзя. Нет, тоже. У меня слюна потекла сейчас. Не, ну это блюдо, оно реально, оно и на массу, оно и... Есть ещё куриные грудки накидать. У-у-у, это ещё спортивное будет питание. Итак, дорогие друзья, переходим к не менее важной новости. Поговорят, что в Москве открылся бордель с секс-куклами. Слышал о таком? Нет, я только про животных помню. А если ещё и с куклами, это вообще бомбически. Ну, блядь, я не знаю, бордель с куклами. Я только недавно нашёл ресторан для собак, блядь, а ты бордель с куклами. Ну, а смысл? Ну, как ты думаешь? Она не напишет заведение. Она не откажет. Да она ничего и не скажет, что там хуй-то, что-то у тебя маловато, блядь. Дружок. Ну, как, не хочешь посетить это заведение? Блядь, адрес есть? Ну, есть, да. Ну, я просто не хочу рекламировать. Да, не-не-не-не. Если они не заплатили за интеграцию, на их нахуй. Ну, как ты считаешь, вообще, стартап, он даст свои дивиденды, например? Ну, для долбоёбов только. Ну, какую куклу ебать, мам? Да нахуй. Тут и так по улице ходят такие же. Манекены уёбские, блядь. Ну, а тут, блядь, ещё куклу ебать, ну, пиздец. Ты за семь, наверное, я уверен. Пасунька, ты же сколько месяц, наверное, назад был в больнице. Что случилось? Не был я в больнице. Ну, на видеозаписях, ты, ты говоришь, ты в токсикологке, по-моему, что ли, был? А, ну, это, ну, блин, старым, но мне это... Эфферентная терапия. Прочистился. Я понял. Вывел токсины. Детокс. Как тебе там вообще в больничке? Нормально? Лучше, чем... Хуёву всё это, братан. Эти капельницы, шмапельницы, мне это не то. Я её люблю своими силами. Вы просто заставили. Меня уже заставили. Жена? Ну, не только. Вообще, вот эти шоу связано. Говорят, должен быть как огурчик. А я говорю, ха-ха-ха, хуй вам, ёпта. У меня всё надо... У меня всё схвачено, короче. Не-не-не. Я... Я... Каким я был... И в свои... Вот сейчас, 1 июля, будет мне, блядь, 34. Я такой же долбоёб. Как и в 18 мне уже. Ты в одном из видео сказал, что у тебя были панические атаки. Были. И я их преодолел. Преодолел. Как они выражались? Что было-то? Преодолел. Перестал заморачиваться. Знаю, сначала очень мучили. А потом я нашёл корень зла. Корень зла – это вот эти таблетки, которые я кушал. И они меня больше спровоцировали к этому. Но месяц... Месяц... Месяц мне хватило. И так, дорогие друзья... Всё дерьмо вышло полностью. Из чего мы делаем вывод, что только ЗОЖ на крестах. Либо турничок и баклажка певца. Ну, нефильтрованного. Диетическое. Всё равно... Да. Не-не-не, шучу. Танк, кефир, вот эта хуйта. Видел клип Киркорыча «Цвет настроения синий»? Видел, конечно. Как тебе пассаж Филиппа Бедросовича? Мне кажется, он ебанулся. Ну, почему? Там же, кстати, опять Бузова. И кто там ещё снимался? Эй, не помню. Мне больше понравился Тимати с Егором Кридом. Блин, кто этот Егор Крид? Везде форс этого, что он там сосёт члены или что-то ещё. Вот я видел... Не знаю, почему они так на него гонят. И почему он сосёт члены. Из-за того, что он сладкий. И многие парни... У них хуй на него встаёт. Вот они так дышат. А Егор Крид-то, он нормально. Бабок зарабатывает. Блэкстары, ёпты. И... Неплохой парень, на самом деле. А кто это? Моё мнение чисто. Можете меня кинуть помидором. Но я считаю, что... Знаешь... На Блэкстаре... На Блэкстаре мудаков держать не будут, блядь. Старина, так он певец или кто? Рэпер? Рэпер... Он поп-рэпер. Ага. В общем, те, кто девочкам нравится, правильно? Ну да. А девочки это... Ты знаешь, что на 10 девчонок по статистике 8 ребят. Ух, блядь. Поступила такая информация, что ты кинул Влада Савельева. Это пиздёж. Во-первых, не знаю, кто такой Влад Савельев. Во-вторых, я сейчас борюсь со всеми клонами моими в ВКонтакте. Один из этих пидорасов его и наебал. Я просто не хочу ничего доказывать. Но ты сам знаешь, что меня найти сложно. Меня в пысковике сейчас нету. То есть, если только через друзей. Но однако, однако, всегда, блядь, если кто-то вам от моего имени предлагает... Пусть доказательство пришлёт. Ну, не голосовое видео. Понимаешь? Я же могу сделать кучу клонов. Вот пидорас сидит, малолетка, сделал, Паша Техник. Поставил на аватарку мою фотку старую, да? И люди у него покупают, блядь, видосы и прочее. А доказательств не требуют. А потом пишут мне зачем-то. Я наебал. Я говорю, ну вы деньги-то кому скидываете, дебилы, блядь. Посмотрите, у меня клонов больше 150 ВКонтакте, ёптавы. Если, блядь, у меня, вот, говорю, друзья, посмотрите, сколько у меня рэперов известных. Даже это, блядь, уже понятно. Даже паблик мой официальный. Ссылка на меня, блядь, в инстаграме, нахуй, в моём ссылка на мой контакт. Ну как можно так и просто, блядь, волосицы, я не понимаю, блядь. Четверо подмосковных экс-полицейских задержаны за изнасилование мужчины чередком от лопаты. Слыхал. Это, знаешь чё, на нашей зоне это практиковалось. А если уже милиция в городе так творит, то это, блядь, опасно. Я могу тебе сказать, братан, черенок вот такого размера просто, я лопату так видел. И я, блядь, там все органы, нахуй. Это даже, как знаешь, раньше на бутылку, да, а сейчас на черенок. Ну, ну, нахуй, блядь. Люди бешеные, бешеные. Не тех сажают вообще, не на то вообще. Ой-ой-ой. Дело тесака пошло на пересмотр. Да, 9, да-да-да. Ну, все равно он под стражей. Я надеюсь, конечно, ну, ему снимут обвинения там. Ну, я не знаю, наш суд, он настолько суд. Я сам через него прошел. И этот суд, там тебе только за сыворот наш суд. Больше нихуя. Но то, что его дело отправили на пересмотр, это еще ему, бля, месяца два-три там сидеть. И не факт, что ему оправдают его. Его же за убийство осуждает, еще там за разбой, по-моему. Не за убийство, а за то, что вроде там, ну, давай так. По идее, его якобы осуждают за, ну, грубо говоря, за обзор. Вот то же самое, что мы сейчас там осуждаем. Вот за это и за это, и за якобы разбой. То есть он там отобрал полторы тысячи рублей, мобильный клиф или вот что-то такое. Да, я помню. Но это пиздец, знаешь, видимо, вот настолько он, в нем увидели какого-то... Он же мог, ну, тоже мог такой оппозицион сделать неплохой, да? А его раз туда вот, второй раз причем. Но он держится молодцом. Смотри, в чем прикол. И еще раз, мы уже сто раз обсуждали эту тему. И это так, из старых олдфажных разговоров. Помнишь, вот в 93-м году, когда был вот этот замес. Ну, ты сам рассказал, что ты помнишь, ну, там, когда стреляли там по Белому дому. И все такое. А, ну, это пуч, пуч. В 93-м году, когда там были вот Хазбуллата, вся эта хуйня. И, короче, ну, я тебе так тонко намекну. 15 баркашовцев, 15, 15, они захватили мэрию. Целую мэрию в Москве, 15 человек. И только несколько из них были вооружены автоматическим оружием. Ну, я думаю, дальше продолжать не надо. А, лучше тут вообще промолчим. Просто люди пусть выводы сделают. What the fuck is going on? Как говорил мой дедушка. Андерса Брейвика оштрафовали на 37 евро за самовольный уход из тюрьмы на срок свыше разрешенного 18 часов в сутки. Блять, как я хочу туда? Ты же помнишь, за что Брейвика посадили? Брейвика не за что? Нет, ты помнишь, за что Брейвика посадили? А, за что? Да, за что. Здесь его бы отвезли на Белый Лебедь или на Черный Дельфин. Ты понимаешь, что он, сколько там, 77 человек он аннигилировал? Да, но, братан, насколько там правосудие гуманное. То, что он может даже погнать на то, что у него Wi-Fi барахлит. Блядь, да. Ну, ты можешь себе это, блядь, как? Подожди, как? Да я не могу представить, я не представляю. Я просто представляю, что эта сторона настолько, ну, райская для людей. Ну, для людей, блядь. Они для блядей, вот как у нас. А нас за мусор считают. Пизду. Ух, дамы и господа, пожалуй, на этой минорной ноте... У нас сегодня политический какой-то обзор был. Ну, ладно. Не будем. Тоже не помешает. Я вам рекомендую подписаться на канал Хиканана Боан. Следите за творчеством. За творчеством Паши Техника. И, дорогие друзья, ставьте классы этому видео. Донатите нас, бабули, на речи пакеты. Заказывайте рекламу и сигны. Всех вас люблю. Слава, Хиканан, бабули, слава. До новых встреч. Пока. Я вас тоже всех люблю. Всех целую, подписывайтесь на Хиканана. Я за то, чтобы было красиво. Поэтому я это делаю. Я-я-я.